Приветствую вас у себя на канале. Продолжение разбора рождественской истории. Хотя Рождество осталось уже позади, но, возможно, кому-то будет интересно, чем же закончилась данная история. Поэтому я решила разобрать её до конца. Как и в ранних разборах, я сначала прочту весь отрывок, который вы сейчас видите перед собой на экране, а затем уже по одному предложению будем разбирать и переводить данную историю. Ну и начнём теперь более подробный разбор. Итак, ещё раз прочту более медленно первое предложение, и давайте его разбирать, переводить. On Christmas morning – рождественским утром. То есть Christmas – это Рождество, morning – утро. Обратите здесь внимание на предлог on, что именно здесь вообще утром, когда, да, это in the morning, это устойчивое. А здесь идёт как бы вот в какой-то день, когда мы говорим, да, в какой-то день недели, это всегда предлог on. Или когда какая-то дата, вот какого-то числа, это тоже предлог on. Здесь вот тоже по тому же принципу, то есть однажды рождественским утром или каким-то рождественским утром. Поэтому здесь предлог on. То есть knock – это как глагол to knock – это стучать, как существительное – это стук. Да, a knock – с артиклем неопределённым e, потому что, ну, как бы стуки тоже, да, можно посчитать. Два стука в дверь или три или один. Вот как здесь a knock – стук в дверь, тоже предлог on идёт. A knock on the door – стук в дверь. Awakened – разбудил. Есть глагол неправильный wake – будить или просыпаться. Там, да, три формы, он является неправильным. А глагол awaken – пробуждать, разбудить является правильным. Поэтому здесь для прошедшего времени добавлено окончание id. Видим, awakened – разбудил, пробудил. Стук в дверь – разбудил. Awakened – the depressed old man. Depressed – то есть, ну, как само за себя говорить, да, в депрессии. То есть, depressed – это переводится унылый, депрессивный, унылый, унылого старика. То есть, состояние депрессии. Давайте объединим, что же у нас получилось в итоге в переводе первого предложения. Как-то рождественским утром стук в дверь разбудил унылого старика. Конечно же, разбор данной истории будет интересен тем, кто слушал начало. Если не слушали и станет интересно, то два видео я снимала уже. Наверное, в отдельный плейлист объединю, потому что частей будет несколько, потому что статья достаточно длинная. Вот. Значит, помним, да, что у данного старика сын ушёл на фронт защищать родину и пропал, и впоследствии ему сказали, что он погиб. Вот. Поэтому, конечно же, старик был в состоянии депрессии, то есть, в унылом состоянии. Поэтому он был the depressed old man – унылый старик. Далее, второе предложение. И вот когда он шёл к двери, то есть, да, ему постучали, и, соответственно, он пошёл открыть дверь. То есть, as, как я уже говорила, имеет несколько вариантов перевода. По мере того, в то время как, ну, как бы, as, вот здесь, как, и как, и в то время как, и когда он шёл к двери. As he walked to the door, the masterpieces, слово masterpiece, переводится шедевр. Здесь у нас не просто masterpieces, ну, множественное число, поэтому, да, не masterpiece, а masterpieces. Окончание s у существительного, как вы все знаете, окончание множественного числа. Masterpieces of art. Искусство. Помним, да, что они с сыном коллекционировали картины великих художников, современных и не только. Значит, шедевры искусства, the masterpieces of art, шедевры искусства on the walls, на стенах, слово wall, стена, on the walls, на стенах. И когда он шёл к двери, шедевры искусства на стенах only reminded him, лишь напоминали ему. Новый глагол remind, напоминать, глагол является правильным, поэтому для прошедшего времени, опять-таки, добавлено окончание ed. Reminded, напоминали, reminded him, напоминали ему. Only reminded him, только, лишь, only, только лишь напоминали ему о том, that his son was not coming home. Что его сын не вернётся домой, не придёт домой. То есть, возможно, уже кто-то начал возвращаться домой, а так как он получил какую-то повестку, да, известие, как-то правильно сказать, ну, в общем, сообщение о том, что сын погиб. Поэтому, соответственно, каждый раз эти картины, которые они коллекционировали вместе, напоминали ему о том, что сын домой больше не вернётся. Давайте ещё раз переведём, точнее, не ещё раз, а полностью объединим, что у нас получилось в переводе второго предложения. И когда он шёл к двери, шедевры искусства на стенах лишь напоминали ему о том, что его сын не придёт домой. Следующий абзац, следующее предложение. И когда он открыл дверь, там у нас выше было во втором предложении, да, as he walked, когда он шёл, а здесь as he opened, и когда он открыл, глагол open является правильным, поэтому в прошедшем времени прибавляем окончание и-ди, открыл, значит, open – открывать, opened – открыл. As he opened the door, и когда он открыл дверь, he saw, он увидел, saw – это прошедшее время, вторая форма от глагола see – видеть. Глагол see – это неправильный, как вы, наверное, знаете, поэтому три формы заучиваются. See, saw, seen – видеть. Вот нам здесь и нужна для прошедшего времени вторая форма. He saw – он увидел. Кого? A young soldier – молодого солдата. Young – молодой, soldier – в середине звук j, soldier – солдат. A young soldier – молодой солдат. Не забываем, да, здесь артикль e – неопределённый, потому что артикль относится к существительному солдат. Слово «солдат» исчисляемое стоит в единственном числе, поэтому требуется неопределённый артикль e. A young soldier – молодой солдат. He saw a young soldier. Он увидел молодого солдата. With a large package. С – предлог with – это с, да, с чем? With a large – с большим package. Пакетом, свёртком. Package. С большим пакетом in his hand – в руке. В его руке, ну, в английском языке всегда, да, используются притяжательные местоимения, то есть, и когда говорят «он открыл свои глаза», понятно, что не чужие, но тем не менее ставят. He opened his eyes. На русский мы так, как правило, не переводим, поэтому просто с большим пакетом в руке. With a large package in his hand. Ещё раз переведём полностью третье предложение. И когда он открыл дверь, он увидел молодого солдата с большим пакетом в руке. Следующее предложение. The soldier introduced himself to the man by saying I was a friend of your son. Итак, здесь уже обратите внимание, что артикль с «э», young soldier, да, как было в предыдущем предложении, поменялся на «дэ», потому что, вот как раз это для тех, кто путает, когда какой артикль и почему меняется. В первый раз мы говорили о неопределённом каком-то солдате. То есть старик открыл дверь и увидел какого-то молодого солдата. Здесь дальше по контексту уже понятно, о каком солдате идёт речь. Вот тот самый, которого увидел старик, и который стоял с большим пакетом в руке. Поэтому он уже конкретный. Из неопределённого солдата он стал определённым. Из неконкретного – конкретным. То есть поэтому, соответственно, и неопределённый артикль поменялся на определённый. То есть вы уже по контексту понимаете, о каком солдате идёт речь. Поэтому the soldier, значит, солдат, в переводе даже можно перевести этот солдат. Ну, хотя тут, я думаю, это лишнее. Просто солдат, уже понятно, какой. The soldier introduced himself, представился. То есть, ну, назвал своё имя, понятно, да, кто он такой. Introduce – это представлять. То есть кого-то, да, кому-то. Часто говорят, let me introduce myself, да, позвольте представиться. Но здесь как раз вот этим myself получается возвратный глагол, то есть представить себя дословно. Так же, как здесь introduced himself. Дословно представил себя. То есть представился. Возвратный глагол с вот этой вот, с этим, с этой частицей, или как это правильно в русском называется. В общем, с суффиксом –ся. Представился. Значит, солдат представился старику или человеку to the man by saying, сказав, да. By saying, как бы дословно путём, путём говорения, так скажем, да. By saying, сказав. То есть с какими словами он представился. I was, я был, I was, глагол was – это, вспомним, да, это to be в прошедшем времени для единственного числа. I was, я был a friend of your son, другом вашего сына. A friend of your son, другом вашего сына. Объединим. Что получилось? Значит, солдат представился старику, сказав, я был другом вашего сына. I was the one he was rescuing when he died. Опять-таки, I was, то есть опять, я был, то есть как до этого I was a friend, я был другом, а здесь I was the one. То есть the one в данном случае мы не переводим одним. Здесь переводится «я был тем». Кстати, здесь one, видите, с определённым артиклем the, то есть тем самым. Кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, в предыдущем отрывке вот там и было, что его сын погиб, спасая своего fellow soldier, да, боевого товарища. Вот как раз-таки он и говорит. I was the one. Я был тем самым, как бы так, да, скажем. Я был тем. I was the one. Я был вот тем самым. He was rescuing. Кого он спасал. Здесь у нас время, кстати, past continuous, да, прошедшее, продолженное. То есть потому что он был в процессе, он же нёс его на себе, как было сказано, да, ранее. То есть он был в процессе, когда он нёс в госпиталь своего боевого товарища, тогда он сам и погиб. Поэтому здесь именно время, чтобы показать, что погиб – это как бы разовое, да, много там не надо. Ну так вот, как бы, а вот в процессе он был именно тогда он спасал. То есть он нёс его на себе какое-то там расстояние и так далее, да. He was rescuing. Поэтому здесь использовано время, именно прошедшее, длительное, продолженное. To be плюс глагол с основной с инговым окончанием, как здесь видим. Кстати, глагол rescue – спасать, может быть, для кого-то новый. Rescue – спасать является правильным глаголом. Rescuing – это в данном случае с окончанием ing, с инговым окончанием, потому что past continuous. He was rescuing. Он спасал. Значит, I was the one, я был тем самым, или я был тем, кого он he was rescuing, кого он спасал, when he died, когда погиб. То есть видим, да, вот как раз в противовес past continuous – прошедшее, продолженное и простое прошедшее. То есть погиб во время спасения товарища. То есть процесс длился, и во время этого процесса что-то случилось. То есть вот как раз два времени, которые часто, бывает, используются вместе. В процессе чего-то случилось что-то разовое. Ну, вот так образно говоря. Значит, еще раз. Я был тем самым, кого он спасал, когда погиб. Далее. May come in for a few moments. Ну, понятно, да, may – это всегда модальный глагол. Ну, вернее, у него есть еще другие там случаи употребления. Ну, когда говорят may I, это всегда просит какого-то разрешения, позволения. May I – можно мне, можно я. May I. May I come in – можно войти. То есть, да, глагол come – приходить, а come in – входить. May I come in – можно войти for a few moments. На несколько минут, секунд, ну, моментов так не переводят. For a few – можно сказать и minutes, ну, здесь moments, да, на несколько минут. A few – это переводится несколько, когда мы используем с исчисляемыми существительными. A few – несколько. May I come in for a few moments. Можно войти на несколько минут. I have something – это что-то, что-нибудь, да. I have – у меня есть что-то to show you, показать вам. Глагол show – показывать. To show you – показать вам. I have something to show you. У меня есть что вам показать. Или я хочу вам что-то показать. В принципе, текст художественный, можно и так перевести. Ну, и теперь давайте еще раз прочтем полностью сначала по-английски весь данный отрывок уже после детального разбора, так скажем, и затем полностью его переведем. On Christmas morning, a knock on the door awakened the depressed old man. As he walked to the door, the masterpieces of art on the walls only reminded him that his son was not coming home. As he opened the door, he saw a young soldier with a large package in his hand. The soldier introduced himself to the man by saying, I was a friend of your son. I was the one he was rescuing when he died. May I come in for a few moments. I have something to show you. В рождественское утро стук в дверь разбудил унылого старика. Когда он шел к двери, шедевры искусства на стенах. Лишь напоминали ему о том, что его сын не придет домой. Когда он открыл дверь, он увидел молодого солдата с большим пакетом в руке. Солдат представился старику, сказав, Я был другом вашего сына. Я был тем, кого он спасал, когда погиб. Можно войти на несколько минут? У меня есть что вам показать. Продолжение следует...